Три ошибки худеющих О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «сбросить вес» или «сжечь жир»? Если вы, как и многие другие, не имеете формального образования тренера или диетолога, то, возможно, вы представляете рацион, состоящий сплошь из зелени и куриной грудки, приготовленный на пару, без приправ. Уже одна эта картина может заставить некоторых пересмотреть свои приоритеты и задуматься, так ли они хотят похудеть. Куда ни глянь, наткнешься на эксперта, утверждающего, что именно его метод сжигания жира лучше всех прочих. Они говорят, что это просто, нужно всего лишь исключить вот этот макроэлемент или попить вон ту биодобавку. И уже через пару дней вы чудесным образом обретете стройность. Готовы ли вы пережить целую эпопею таких модных диет и жиросжиганий? Вы будете сбрасывать вес за неделю или две, отказываясь от очередного плохого продукта, и мечтать накинуться из засады на каждого, кто пройдет мимо с тарелкой запретного. Не ведитесь на рекламу. Такие методы не дают стабильных результатов и зачастую приводят к увеличению веса, как только сила воли сдастся. Как же нужно подходить к похудению? Вот несколько самых распространенных заблуждений, касающихся похудения и способов избежать самых частых ловушек, связанных с программами сбрасывания веса. Первое. Голодные диеты. Самая большая ложь, связанная с похудением, это то, что нужно голодать, чтобы сбросить вес. Говорят, что самая большая ложь та, что ближе всего к истине. И в вопросах похудения это именно так. Правда состоит в том, что для сжигания жира необходимо постоянно испытывать легкий недостаток калорий. Если вы хотите сбросить полкилограмма веса за неделю, необходимо уменьшить свой рацион на 500 калорий в день. И все. Не больше и не меньше. Объективно оценивая вещи, от 500 калорий в день можно избавиться, отказавшись от газировки и заменив ее водой. Нет необходимости резко снижать потребление калорий и голодать до состояния, когда обмен веществ почти замирает. Наоборот, при резком снижении калорийности организм начинает цепляться за каждую каплю жира, стараясь сохранить запасы энергии. Потому что решает, что наступил голод. Когда это происходит, организм начинает расщеплять ту ткань, на поддержание которой требуется больше всего калорий. То есть мышечную. Вес, который уходит при экстремальных голодовках. Это в первую очередь вода и мышечная масса. Такое похудение делает фигуру не стройной, а худой и дряблой. Существует множество формул, позволяющих рассчитать необходимое количество калорий в день. Один из самых простых способов умножить свой вес в килограммах на цифру 38. Это даст ориентир для начала, а дальше норму. Можно пересматривать примерно раз в две недели, уменьшая ее от 200 до 500 калорий. Например, для женщины весом 60 кг начальной нормой будет примерно 2200 калорий в день. А когда вес перестает уменьшаться, то норму можно уточнить. Этот способ похудения правильный и позволяющий поддерживать результат. А также сохранять максимальное количество мышечной массы, несмотря на небольшой дефицит калорий. Внося поправки в рацион, помните о том, что тише едешь, дальше будешь. И не стоит уменьшать количество калорий резко. Ваш рацион должен поставлять достаточное количество энергии для интенсивных силовых и кардиотренировок. Если это не так, то стоит пересмотреть ежедневную норму калорий. Или выбрать один день в неделю, в который вы позволите себе съесть что-то запрещенное. Смысл в том, чтобы попытки похудеть не превращались в голодовку. Номер два. Марафонские дистанции на движущейся дорожке. Следующая большая ложь о похудении это утверждение о том, что для сжигания жира нужно проводить часы на дорожке. На самом деле это может даже мешать похудению, особенно если вы уже и так перерабатываете и испытываете много стресса в жизни, не тренажерного зала. Контроль уровня стресса в повседневности играет огромную роль в похудении, поскольку позволяет снизить уровень кортизола. В крови кортизол вырабатывается при стрессе и заставляет организм запасать дополнительный жир. Если к этому добавить стресс в полуторачасовой кардиотренировке, то вы получите более продолжительный период повышенного уровня кортизола. Это совсем не то, что вам нужно. Так что не стоит делать тренировки на беговой дорожке или эллипсоиде очень длинными. Вместо этого увеличите нагрузку во время коротких подходов. Это называется интервальной тренировкой высокой интенсивности. Ключевой фактор успеха интервальной тренировки понимания того, что для получения результата необходима интенсивная нагрузка во время каждого интервала. В начале тренировок соотношение времени упражнений и отдыха должно быть примерно 1 к 3. Хороший вариант это 30 секунд напряженной, действительно напряженной работы и 90 секунд менее интенсивной работы. Повторять этот цикл нужно до 10 раз за тренировку. 10 интервалов 30 через 90 секунд вместе составляют 20-минутную тренировку. Когда вы освоитесь соотношением 1 к 3, попробуйте перейти на 1 к 2. И в конечном итоге перейдете 1 к 1. Такие тренировки не только помогут сжигать жировую ткань, но и освободят время для отдыха и расслабления. Чтобы снизить уровень стресса, позволят вам продолжить похудение. Номер 3. Тренировки с отягощениями как способ локального сжигания жира. Третье. Большая ложь о возможности точечного похудения. Многие верят в то, что для того, чтобы сделать животик плоским и накачать плечи, нужно всего лишь делать бесконечные скручивания и разведение рук с гантелями в 1,5 кг. Это просто неправда. Сжигание жира не может быть точечным. Невозможно убрать жир живота с помощью скручиваний. Когда вы сжигаете жир, организм не выбирает, откуда именно брать запасы. Он использует всю жировую ткань. Не совершайте этой ошибки. Не пытайтесь тренироваться точечнее, забывая обо всех остальных группах мышц. Тренируйте весь организм и результаты порадуют вас гораздо больше, чем если бы все время тренировок вы посвящали только прессу и кардио. Не нужно сосредотачиваться на какой-то одной части тела. Сосредоточьтесь вместо этого на комплексных упражнениях, затрагивающих все группы мышц. И тренируйтесь ради наращивания или поддержания мышечной массы. Даже если вы хотите сбросить вес. Во время тренировок вашей целью должно быть наращивание мышц. Женщинам особенно важно тренировать верхнюю часть тела, поскольку зачастую они игнорируют ее, предпочитая делать больше упражнений на пресс и ноги. Если цель тренировок улучшить фигуру, тренируйтесь с снягощениями три раза в неделю. И в перерывах делайте интервальные кардиотренировки. В сочетании с правильным питанием это даст видимые результаты в короткие сроки. Учимся на ошибках. Похудение представляют сложнее, чем оно есть на самом деле. Все, что на самом деле нужно для похудения, это разумная диета на постоянной основе. Хорошие силовые и кардиотренировки, восстановление, стресс, менеджмент и еще время. Я знаю, что мы живем в такую эпоху, когда почти все желаемое можно получить мгновенно. Но человеческому организму нужно время, чтобы его изменения стали заметны. Не расстраивайтесь, если результаты не очевидны сразу и не пытайтесь вносить резкие изменения в свою диету. Доверьтесь процессу и всегда давайте своему организму время привыкнуть к любым изменениям в диете и программе тренировок. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok